Я согласен, что может где-то есть какие-то риски застроек недобросовестных людей, но они сейчас и происходят. Пермяки обсуждают изменения в генеральный план города. Накануне в Дзержинском районе состоялись очередные публичные слушания. Предложения от жителей поступали самые разные. Кто-то высказывался за перенос зоопарка в Черняевский лес или застройку Бахаревки. Ну а кому-то не понравилась идея изменения городской эспланады. Каждое мнение было выслушано представителями администрации. Публичные слушания проходили в открытом режиме. Желающих пришло столько, что не все смогли попасть в актовый зал, который рассчитан всего на 40 человек. Была у нас Камская долина. Накамская долина – это перспективный район 70-х годов. Сегодня он не перспективен для высотного строительства. Развиваясь в сторону Ива-1-2, там тоже особо нет больших территорий. То есть я считаю, что Бахаревка – это наиболее перспективный район сегодняшней застройки, высотное строительство. Проект изменений предусматривает приведение главного градостроительного документа в соответствии с действующим законодательством. И состоит из 17 предложений, поступивших от пермяков и бизнеса. С начала месяца это уже третье слушание. Предложения поступают интересные, но разноречивые. Тем не менее, они будут взяты во внимание при принятии решения. Все предложения, которые высказываются устно, они нами протоколируются, записываются, ведется фиксация. Оно будет расшифровано специалистами администрации районов, передано в департамент градостроительства. Мы их соберем по тематикам и будем передавать в этом виде, в котором они поступали, как предложение вместе с проектом изменения генплана в Думу. Те, кто не пришли на публичные слушания, ничего не потеряли. В том плане, что обсуждения будут длиться до конца месяца и пройдут еще не раз. Поучаствовать в них можно даже косвенно, направив свои предложения и замечания до 28 ноября в департамент градостроительства и архитектуры или в администрации районов. Денис Пальчиков, Иван Варанчихин, телекомпания «Ветта».